Сортируйте мусор правильно. Активисты средней школы номер 17 смастерили эко-боксы для переработки мусора. Защитники экологии внесли свою лепту в улучшение окружающей среды. Как сделать такой контейнер и сколько времени на это понадобится, ребята рассказали нашему корреспонденту Жанель Бесенбаевой. Речь 16-летняя эко-активистки Греты Тунберг показала, как для человека важна забота о природе. Сегодня многие школьники фокусируют свое внимание на познании изменений мира. Аббас Турсунов один из таких. 14-летний парень об экологии знает больше, чем любой взрослый сознательный человек. И все это разными способами пытается донести. Загрязнение мусора является большой проблемой, которую люди должны решить в ближайшем будущем. Причины довольно разные. Примеры такие, как выброс и неправильная утилизация отходов. Переработка мусора очень важна, потому что она помогает экономить ресурсы и защищает природу от выброса отходов. Практически в каждом городе есть специальные контейнеры для выброса пластика и бумаги. Нам лишь остается выбросить пластик в одну, в один контейнер, а в бумагу в другой контейнер. Чтобы решить эту немаловажную проблему в своей школе, ребята смастерили вот такие эко-боксы. До начала активисты провели эксперимент. Какие же все-таки отходы чаще всего оказываются в мусорном баке. Выяснилось, больше всего используют бумагу и пластиковые бутылки. Инфраструктуру сортировки отходов дети придумали не сразу. Сегодня, чтобы сделать такой, контейнер уйдет не больше 10 минут. Для изготовления контейнера для сбора макулатуры. Для начала взять картонную коробку, заклеить все открытые места, сделать отверстия для сбора мусора. Позже нужно покрасить эту коробку и наклеить наклейку, чтобы все знали, что бросать. Контейнеры установили в каждом кабинете. Но, как оказалось, не все выбрасывают мусор правильно. Ребята вместе со своим координатором и здесь нашли решение. По договоренности с детьми в каждом классе назначается старший ребенок, который следит за то, чтобы именно бросали по разделению. Самое интересное было, что дети начального звена несли коробки сами из дома, чтобы именно изготовить из их собственных коробок контейнеры, которые можно будет поставить в класс. В волонтерском движении участвуют 30 ребят. Ежемесячно они собирают больше 200 килограммов бумаги и около 40 килограммов пластика. Осталось только все это сдать в организацию по переработке. Жанель Бесимбаева, Казбек Арытбаев, Новости МТРК.